но главное что у нас ослаты ну такое блин после этого ипподрома было состояние жить не у тебя лучше получается описать какой был все пора заворачиваться в простыню и ползти на кладбище очень образно и понятно значит настолько было плохо ну и ребята тоже там по моему не было бедные лошадки то сказать зачем нам это то что с ними делает значит ну что мы как старые профессионалы тут же стали дома психотарсом заниматься первый вопрос на психотарсе это какой фильм надо рассмотреть сначала было на чем мы так расстроились момент когда лошадь там убежала и так и и жалко стало мы засняли кусочек этой лошади как его видит это да да и я тебе показал показал я засняла и тут мы как кухнули в плохое настроение и ну вот именно такие мысли возникли что у бедная лошадка зачем ей все это нужно блин сволочи люди мучают у вас вроде как тоже такие же ну очень короче значит нельзя с таким настроением жить значит мы стали искать фильм и вышли таскать по образом фильм какой надо разобрать фильм оказался гости когда как это совместить как как совместить а есть предположение как совместить гостью с ипподромом но только если это странника это лошадь кстати если вам интересно есть книжка по которой снят фильм там конечно вырезано все что только можно вырезать но начинается эта книжка стихотворение о лошадь слата этого не знала слата этого не знала но тем не менее значит вот на образах она увидела что гость ну что всякий фильм начинается разбора о чем там вообще потому что какие-то лозунги китайские истинные занятия значит это ваша обязанность значит но мне жалко уже этого самого сейчас там заклевали его то у нас тут давайте димаша у нас крепкий сильный как ну как вы думаете а просто о чем этот фильм этот гостья кто-то против кого с кем и за что не я посмотрел фильм я так и не понял о чем он я пытался напрягать мозги своего ним это нормально я пытался соединить но ты все так силы немало думаешь ну наверно переехали на планете они решили захватить землю и начали как-то внедрять кого-то надо по старым схемам и семинаров но я так и не понял что за схема эту схему мы знали еще до того как смотрели первый свой фильм и так и еще очень толком не придумано если мне показалось не поверил я вот и любовь вот это не фузырит уфики его этого мужика думаю с чего он чего так она скоропостижную быстро влюбилась чё это за и как-то не верится в это и вот и может еще на основании этого какой-то подвох так больше не в общем странница темная больше да наверное я просто знаете как я одна наоборот на если на хорошая есть конечно хорошая и все любят просто там до влюбились и полюбит эти от своей души между собой друг друга люди 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 влюбились но опять-таки такая думаешь мысль что раз любят значит она и хочет убить тоже один темная да больше ну а души очень очень темная значит короче конечное предположение что она их все хочет убить ну да каким-то хитрым сосу они решили захватить их так у вас есть какой-нибудь такой же абсолютно ну что она темно и хочет захватить она вообще чуть ли не спецагент потому что ну так они должны случайно не случайно не должны поселять вот в эту нас вообще даже ассоциация была что то что она живет там тысячи лет и как мать от драконов там еще думаешь так оценила любил он так оценила прямо резко господи то что она полюбила вот в это не верится потому что я думаю что все у них там может она вообще не не женщина потому что он полового этих пришельцев никакого не показывает поведение а вот то что он полюбил ну типа это тоже думали что из-за того что хочет убить да не надо сейчас так не заберемся очень кажется что она кажется что она профессионалка и с каким-то перевоплощением работает что постоянно засылать агент спецагенты агент во внедрению планету ну да ну да так а у вас особенный не только то что любви там быть не может так такая мысль была и дальше не понять вот сладо говорит что ей нравится фильм больше чем книга а в книге некоторые моменты лучше объяснены как всегда да значит дело в том что мы наладили настроение стало мир терпим опять его можно было терпеть без книги без всяких то есть вообще на самом деле нам вот для рассуждений которые мы здесь проводить вполне достаточно фильм более чем достаточно но поскольку вот какие такие вопросы возникают то я немножко я вообще прочел 10 процентов от книги всего на все вот и чуни за ему значит эти 10 процентов входит небольшая история все-таки вот этой вот страницы она между прочим профессор истории профессор истории значит и вот эти вот нет потому что по фильму такое впечатление складывается что они просто вот переходят планет на планету выедают так сказать вот что-то там каких-то там обитателей ну а так сказать по книге но немножко поблагородней даже и по фильму никакого выедания нет там же начали но она не говорит вот когда ничего не говорится что остается предположить бедному зрителю например мне ну этот бедный зритель который умудряет самые важные места прослушивать там начали говорится люди стали честными планета никогда не была такой прям такая ирония была только начали за как сказать за здравия потом нет все таки это голос человека это голос вот этого хозяина вот этих пещер то есть он действительно видят что люди стали честнее менее агрессивные умнее может быть даже заселенные люди до подменен то есть все таки они не ухудшили людей нет просто так у нас разница во мнениях значит терпите кто-то там терпел нам велел значит все таки значит нет там просто вот какое описание вот почему может она любитель не может любить это там значит у них у каждой этой души есть тысяча щупиков и вот эти вот щупики внедряются во все нервные центры организм в которые они вселяются и значит вот люди оказались самыми рекордными значит вот этими организмами на которых на порабощение которых вот или на внедрение в которых потребовалось максимальное количество щупиков то есть порядка 850 свободных щупиков осталось только 150 нет я просто говорю понимаете она начинает чувствовать то что чувствует вот этот вот носитель душа и если она там возбуждается так сказать вот половое или какое-то такое то она это чувствует нет это действительно это не ее но она просто это чувствует то что там переплетение это не так как автомобиль вот руль и четыре педали да нет там 850 таких вот штучек поэтому она чувствует что-то чувствует но это конечно не ее но как бы они вот для них это развлечение ну и чтобы эту тему в не вращаться могу сказать что это значит то искательница она уже на девятой планете страница страница странического искательница ой пардон а для искательницы это первое сейчас первый плане искательницы которые мусор вообще вот этот вот какой ну кто она вертухая я назвал мусором это так она искательница ну давайте можем если так сказать так это принципиально их всех искательными называть эти искательница то которую заселили в главную героиню не странница страница страницу заселили а искать а здесь коленцы хотела уничтожить все всех высокая до белого ствола который по книге ты как раз очень маленького роста наверное не случайно не понял почему но наверно так ну и что у меня вообще не интересовал любовная линия в этом фильме я даже не задумывался вот человек вот не верю мне не да ни разу не может разрушать о книге потому что он считает что это невозможно нет я должен вот эти невозможно как будто спешил у нас разговор какой-то прошел мне кажется сначала надо понять о чем фильм а потом уже рассуждать возможно там любовь невозможно значит сначала мы удаляем травмы которые мешают понимать а потом строим теорию вот сначала мы удаляем травмы значит что мешает воспринимать эту овечка содержащую какие-то идеи сейчас будем заниматься тем содержать но ты к расскажешь от чего содержание так я сразу начну с вот этого как бы то что почему вообще этот фильм вышел вот нас испортилось настроение когда лошадь хотели заставить она не хотела убегала но ее потом сразу заставили и плюс в этот же момент там близко очень подвезли вот эти вот куда запихивают в стартовые вот эти ячейки лошадей это же причем заметьте мы тогда еще не знали концепцию античного гипподрома когда мы были все на ипподроме мы еще не знали кроме меня неважно это имеет значение очень видно было что в ячейке им тоже запихиваться не хочется и прям душа разрывалась от боли чем похоже это но вот этот вот фильм люди в котором дробить внедрились вот эти вот инопланетные сущности они же как эти лошади становятся которые не могут управлять своим телом и вынуждены делать то чего они не хотят и что вот делать человеку если он попал в такую ситуацию но с этим же можно сравнить тюрьму ты попадаешь в тюрьму в полную зависимость от вертухаев которые тебя даже могут убить и ничем же не будет на просто скажешь при попытке в бегство ожирение ну смотря где убьют если когда будут вести между корпусами будет при попытке в бегство хотя там несколько стен и вообще внутренний двор да попали к не путь поэтому там заранее предупреждают не бегите снайпер снимет меня нет провоцировали меня никуда не водили меня по дворам вообще не водили но уж поэтому не предупреждали в подвалах снайперов нет в общем что тебе делать когда ты попадаешь займи в зависимость да еще от менее развитых по сравнению с тобой существ ты не можешь им приказать да ты ничего не можешь тебе остается искать какие-то другие способы вот тоже самое мелани она же не могла этим инопланетянам ничего приказать что она делает она изнутри этой душе показывает какие-то вещи через которые душа видит что мелани достойный человек до этого душа была в девяти мирах ни разу не была в настолько развитой сущности как человек она была водорослью была летучей мышью медведем еще кем-то не помню цветком то есть всякий раз когда она внедрялась высшую они всегда внедряются в самую высшую форму жизни на планете которую оккупируют когда они внедрялись в цветок или там каких-то было огнепожирателей огнепожирателей они наоборот как бы эту расу улучшали например там это на планете огнепожирателей одна мыслящая раса пожирала другую мыслящую расу но они не так чтобы прямо просто как хищник да нет они поджигали эту мыслящую расу и питались дымом исходящих вот эти души они сделали так чтобы хотя бы не живьем сжигали все познается в сравнении но вообще вот пока они внедрялись вот в этих допустим убить даже живодеров они как бы хоть сколько ты гуманизировали их фактически выступали как бы учителями подтягивающими расу но если они вселятся в кого-то равного себе по развитию или даже более хорошего они же становятся как бы вертухаями они начинают они ставят в зависимое положение более хорошего человека это есть вертухай но это же нет вертухай который содержит неволе и несправедливо осужденную в особенности политическую да и дескать но если человек имеет нравственное превосходство над вертухаем то наверное он да не виновен да то есть вот все таки нельзя говорить о всех нельзя ну в общем так сказать они значит какая-то часть значит причем разнокалиберная имеет нравственное превосходство над вертухаями если они то есть вот эти души вертуха и оказались вертухаями на планете но опять-таки не во всех не очень не во всех людях только в отдельных людях и а душа это у нее неспроста у нее уже это 10 9 планета она профессор она преподает историю заселения предыдущих планет и взаимодействия с вот с высшим мыслящей расы на других планетах то есть она уже вот это все анализировала и она достаточно развитая луна это душа чтобы понять что если души останутся в людях то их раса деградирует и когда она начинает эти души извлекать и отправлять на другие менее развитые планеты она не людей спасает у нас спасает свою расу это в конце то есть она поняла что если они останутся потому что может сложиться впечатление сейчас продолжат и не даже не может сложиться перечень при это самое впечатление в ппх а я примитивный организм дальше сила пошла на силу и мэлани просто взломал вот так вот примерно подает дело вот это вот искательница то есть вертухайка вот значит она подает так что вот сила период это самое носила силу и вот так сказать если ты склоняешься перед аборигенами топ ты просто слабачки на самом деле не так на самом деле ее вот эту вот душу можно сравнить с теми германцами которые понимали что то что делает гитлер это гибель германского прежде всего народа и переживали не за убитые другие народы а за то что деградирует их нации ну то есть вот достаточно развитая умная душа которая вообще уровня матриархата фактически можно сказать а может быть даже и выше потому что она заботится не о своей жизни а о целой расе ну язык не поворачивается и женическому мир причислить она что все семья семья она всем души семьями считает это не жреческие категории истинно там вообще не произносится так ну в общем как бы там можно дальше рассматривать как мало не этого добивалась но вообще можно вот перевести на лошадей то же самое что лошадей заставляют возвращенных мероприятиях участвовать лошади ничего приказать человеку не могут соответственно этим лошадям остается только какие-то ну вот манипуляции изобретать но то самое про что меня говорил да когда на гипподроме мистерия происходит когда лошадь находит способ как избавиться от возницы и при этом самой не стать езду на езду на езду это более оскорбительно а возница это прям почти что возничество возничество преображенные езду ребята еще не читали но ребят скоро просто меня слад и голову открутит если я таскать что это еще не сказано семинария я уже даю почитать а потом как рассказывать ну в общем в каком-то смысле мелани этого та самая лошадь которая сумела избавиться от езду на не став скорпионом вот и связь между фильмом гостя я был просто восторгишит фантастический фильм значит просто счастлив мысль как-то легче течет значит и вот и гипподром и подробным извините за выражение есть еще образ параллельный рассказать на котором все понятно да вот у нас известно да что есть образы с разной степени вот вас по-разному они воспринимаются и таскать древние мудрецы всяких народов они точно знали что лучше всего воспринимается военный опыт значит не знаю каким образом я не помню как я вышел на этого самого как я вышел вот вы не представляете разбирать у нас свечи вообще-то у нас должен был бы сейчас интерстеллар но вот все равно одну фантастику других меня и вот занимаясь интерстелларом я стал изучать книгу в окопах сталинграда виктора некрасова значит как свести сразу вот она как осложняется но оказалось что в окопах сталинграда имеет отношение еще и к этому самому значит вот гости как ни странно значит эта книга в окопах сталинграда она получила сталинскую премию 40 7 кажется года сразу после войны значит а потом ее запретили земли замолись библиотек и получилась вот такая вот ситуация что автора выперли за границу значит там эту книгу в окопах сталинграда перевели на 36 языков в результате русские на к на земле которых был сталинград и которые воевали на сталинград оказались с носом тушки и не давали читать это сам в окопах сталинграда а соответственно в окопах сталинграда читал весь мир 36 языках и уж наверное на английском да вот такая вот интересная штука значит там вот все интересно значит книга в окопах сталинграда она но помните мы когда-то говорили что называется фадеев кажется говорил что русская литература умерла после завершения великой отечественной войны вас еще не спрашивали но и почему она так сказать как вы объясните что у меня пока простое объяснение что пока люди воюют они мобилизованы соответственно творчественность оценка 5 оценка 5 садитесь мы совершенно верно так вот как интересно значит она действительно эта книжка написана во время войны иначе то писаться сорок четвертом году когда автора тяжело ранили в правую руку кажется плечо результат чего у него пальцы не работали и врач ему сказал что значит это самое для того чтобы разработать пальцы надо побольше писать например письма любимый но поскольку у виктора некрасова любимый не было он зафигачил роман за который старинское время из-за которой его кстати выберут за границу 63 год очень интересный момент меня в 63 года виктора не красу 63 года чернышевского его только не за границу и пришел отказался на на отрезок заграниц его сначала в себе ночью мар короче это какая-то мистическая цифра 63 года когда значит загоняешь условий который человек вот должен ну просто как роботы с той стороны к писателям относится так вот покупок сталинграда есть тема почему ее запретили ее запретили потому что там была тема которая я говорил на примере других них кстати именно поэтому я в окопах сталинграда не читал его выберут за границу и таскать а пропаганда говорит что всякий то уехал за границу это предатель родины а его выберли так что ему вообще просто жить не давали ему на 2 с достаточно было выйти на улицу моменты его заметали сажали значит в обезьянник он-то проводил сколько какое-то количество часов потом вдруг внезапно они узнавали что это лауреат сталинской премии писатель не ханы и ничего и документы у него подлинные его отпускали и вот так вот всю в любой город он приезжал вот так вот поступали потом у него был обыск у него отняли сталинградскую награду его личную вот у меня сталинградскую награду отца отняли а у него сталинградскую награду начну он этого уже совсем не выдержал и убрался границ я помню всегда когда мне хотелось причесть в окопы сталинграда раньше меня горло он предатель родина не надо читать я тоже кайф а я никто не говорил что я идеал я вообще никогда нет не говорила всегда говорил всегда ошибаюсь вот еще кстати сегодня может а вы как вы что не жертва пропаганда что не осуждаем до сих пор истин так бывает подумаешь что тех кто уехал да так вот не в общем я не знаю каким меня там мы мысль ты вывернулась понимаете я пришел к выводу что чтобы сделать интерстеллар надо было прочесть покупок сталинграда я вполне верю но надо было прочесть вокруг струн сейчас мы будем это вот но это будем интерстеллер разбирать но поскольку сейчас то значит вот надо вот а то они мне на я же обязан показать что книг который мы обсуждаем или что-то такое что-то значительное а значит на это время тратить можно нужно и даже мы это обязаны так вот там есть запрещенный персонаж я много раз говорил что меня особо возмущает что после смерти сталина было запрещено писать подробно о предателях о предателях и вредителя вплоть до того что есть воспоминания сына бринцева кажется брянц я забыл бринский это самое значит которым значит просто по прямому описывается что папа папаша пришел с мемуарами партизанскими это самое в какое-то издательство уже будучи писателем таскать известным достаточно новым мемористом значит ему сказали у вас тут опять предатели значит вполне да книгу такая вот значит это самое вполне достаточно одного остальные удалите вообще укоротить это так вот а история такая потрясающая я таких не встречал самом деле она самая типичная самая раз типичные вот за одну только вот там пять страниц можно было ему дать сталинскую премию и может не одну наносит вот я проще значит там такая ситуация стенград заканчивается вот буквально с часа на час должна начаться операция по окружении немецкой группировки вот внутри таскать на берегу этого волги значит сидит наши таскать по леди придевшие туда нельзя значит подразделение значит и вот как бы от командира полка узнают что хорошо бы взять там бак на моем клубе значит место пустое спрятаться негде значит то есть вот ну как бы вот укрытие ничего нет значит ребята придумали такой план поскольку там вот много раз переходила все из рук в руки все перекопано то есть там можно было подобраться к этим баком через ходы сообщения все понимаешь чтобы ходы сообщения женщины в том числе да вот значит план был такой что значит тут у нас поскольку тут окопы и у немцев таскать частично наши окопы у наших частично немецкой короче все перепутано значит ходы сообщения там одни идут там у них другие навстречу короче между ними узкая перемычка если эту узкую перемычку взорвать то можно не вылезая на поверхность значит ворваться в немецкие окопы ну а там уж так что называется как бог даст но ближний боится мы вообще-то выиграли вот тут является все подготовили все подкопали мины завели осталось только взорвать является командир они командир на начальник штаба их него пока ну там бук там 100 человек осталось может это словом пункта вообще ну кто не знает пока 4000 человек осталось не все погибли просто сказать это вы там 80 процентов раненых или 75 процентов ранее 75 процентов вот является начальник штаба и говорит что вы тут со своими ходами сообщения это трусость надо открыто в полный рост нура и чтобы командир обязательно впереди какой будет результат такой атаки к гибель правильно совершенно причем повальная потому что если командир впереди что вообще запрещал с многими таскать этими инструкциями то если таскать командир выбивает у них ему уже даже приказать чтобы установили эту идиотскую атаку а бросимов еще издали кричит какого черта я послал тебя сюда лясы точить что ли запыхавшийся расстегнутый в углах рта пена глаза круглые готовы выскочить звоню звоню хоть бы кто подошел думаете вы воевать или нет он тяжело дышит облизывает языком запекшиеся губы я вас спрашиваю думаете вы воевать или нет мать вашу думаем спокойно отвечает шире тогда воюйте черт вас забери какого дьявола ты здесь торчишь инженер еще а я как мальчик бегай разрешите объяснить все также спокойно сдержанно только ноздри дрожат говорит шире а бросимов багровей я те объясню хватается за кубуру шагом марш в атаку я чувствую как во мне что-то закипает шире в тяжело дышит наклонив голову кулаки сжаты шагом марш в атаку слыхал больше повторять не буду в руках у него пистолет пальцы совершенно белый ни кровинки ни в какую атаку не пойду пока вы меня не выслушаете стиснув зубы и страшно медленно выговаривая каждое слово произносит ширеев несколько секунд они смотрят друг другу в глаза сейчас они сцепятся никогда я еще не видел а бросимова таким майор мне приказал завладеть теми вон траншеями я договорился с ним в армии не договариваются выполняют приказания перебивает а бросимов что я вам утром приказал керженцев только что подтвердил мне что я вам утром приказал атаковать где ваша атака захлебнулась потому что я не спрашиваю почему и вдруг опять рассверепев машет в воздухе пистолетом шагом марш в атаку пристрелю как трусов приказание не выполнять мне кажется что он сейчас повалится и забьется в конвульсиях всех командиров вперед и сами вперед покажу я вам как свою шкуру спасать траншеи какие-то придумали себе три часа как приказание отдана значит а еще маленькая деталь он запрещает взрывать перемычку нельзя все он командир капитан ну чё а куда деваться и пасута тату за непоминовение приказов куда они выскакивают понятным результатом значит а тот от кого идет повествование он значит просто лег в первую попавшуюся воронку и в итоге смог потом выбраться значит рассчитал время между пулеметными очередями но в общем короче по чистому пулю на пулеметы на мог пулемет значит что там значит этого командира вот этого начальника штаба отдают под суд значит выдают под суд он отправляется в как называется ребят это хорошая вещь это вообще то что я сейчас рассказываю это для интерстеллара считайте что у нас уже начался интерстеллар вот это самое но и для гостя но и для гостя да вот тоже для быть поэтому я так подробно не считают потерю вот интерстеллар это конечно блины и мои ну вот я кстати 7 4 следующий уже начнется четыре дня и все уже готов значит его отдают под суд значит в итоге значит там фильм потом сняли поэтому делу значит фильм там обгадили все это уже сняли при хруще все шестом году после двадцатого съезда значит по книге его просто штрафной батальон для офицеров да и потом значит пишет что уже о нем никто ничего не слышал никогда все то есть фактически то есть проще понятно то погиб в этом хотя там тоже потери не стопроцентные а вот так сказать ранен все таскать и закончил счеты вот ну на этом все заканчивается история заканчивается но возможно меняевский анализ возможно значит давайте так у него звание капитана у начальника некрасов сам капитан он капитана получил сорок пятом году а это а это 42 вы эти значит там как там понимаете были офицеры и таскать вот кадровые и были те которые вот пришли мой отец тоже офицер да но том там был старший лейтенант про следующий капитан него значит то так он был кандидатом наук извините выражение поэтому был старший лейтенант так вот значит сейчас это сбился смысле да то есть понимаете он старослужащий кадровый у нее манера там такая понимаете там чай который пришел гражданские гражданки он так не общается как в книге и фильм значит это то есть это кадровый то есть он войну встречал 22 июня вопрос сколько таких атак он уже провел ну если так отреагировали что штураба сразу поместили значит либо если он до этого проводил его тоже штураба там направили были был как-то намудрялся так проводить чтобы без видеть место завани хуя не поняли извините выражение ничего они не поняли как ушла война а приказа чем 227 на это типа скажем так это он выполнял приказ до этот отправлял всех в атаку мимо мимо это очень дорогу сообразить что-то не я так понял тоже психология была другая в начале войны как товарищ сталин писал вы выбрали паникеров за ними идете отсюда все поражения ориентируйтесь на паникеров то есть когда ты ориентируешься на паникеров ты до этого капитана под суд не отдашь то есть он прошел спокойненько от границы до сталинградской земли и его под суд не отдавали хотя он не мог не заниматься тем же сам отправлять людей на смерть там где этого можно было не делал не надо вообще не взрывать перемычку это трусость блин вперед и шум командиры то есть вообще в этом как бы победа была достигнута как раз в сталинграде и там показано в чем победу ну без комментариев я понял это не понял я так понял что смогли вредителя отправить под суд и он перестал уничтожать людей кстати то что в полку там осталось 100 человек из 4000 это большой его вклад может быть наибольший и здесь вообще вопрос возникает который конечно нет книги значит сколько процент какой процент потерь значит ложится на долю вот этого капитана аврой а бросим его фамилия бросим это от церковной фамилии от имени амбросий у неважно а бросим значит вот какой процент потерь допустим сорок первом году уложиться на таких вот а бросим вопрос сколько 50 процентов 70 процентов 80 90 95 сколько ну по вашему ну да то есть не половина сколько пока осталось до ступы не ну сами которые ловят пули это и амбросия и не один я в россии не один то есть мы говорим о классе то есть вот то понимаете вот этот вот который рассуждал о храбрости что это трусость взрывать там эти какие-то перемычки между это само он говорил о смелости а вот он то как раз паникюры есть тот самый настоящий и вообще понимаете там очень интересно сказано что когда его судили он нисколько не волновался майор проводит рукой по волосам обводит всех нас усталым взглядом не бывает войны без жертв на то и война но то что произошло во втором батальоне вчера это уже не война это истребление а бросимов превысил свою власть он отменил мой приказ и отменил дважды утром по телефону и потом сам погнав людей в атаку приказано было атаковать баки сухим деревянным голосом прерывает а бросимов не отрывая глаз от стенки а люди в атаку не шли врешь майор ударяет кулаком по столу так что ложка в стакане дребезжит но тут же сдерживается отхлебывает чай и стакана шли люди в атаку но не так как тебе этого хотелось люди шли с головой обдумавши а ты что сделал нет просто почему гениальная эта книга если ее конечно вот анализ минеевский провести она просто бесценна значит понимаете мы все представляем паникеры я тоже вот может быть даже до сих пор что-то такое что паникер этот обосрался от него уже говном несет из штанов так сказать этот счет прости господи это самое вообще он весь трясется ну кто на такого будет ориентироваться то есть паникер к которым говорил товарищ сталин это вот это а брось а бросилов и есть как комендатуру будет выглядеть благородно чем ну а понимаете они везде будут выглядеть благородно но они понимаете они обязательно вредители еще и вот эта тема она нигде не показано что они отправляют людей на смерть нет вот хрущев у него хорошо получалось управлять людей на смерть но у него была такая должность чтобы за это судить нельзя было лежу как тоже часто вот так рожу к мы еще дверем не волнуйся не забудем вот значит просто надо иметь ввиду понимаете вот в чубу ценности этой книги она не пока вот а власов паникер или не получается за ним люди шли и еще как он устанавливал идеальную у него него он брал самый остающий полки превращал его в образцовый по дисциплине вообще по всему не вы понимаете в чем парадокс с точки зрения бытовой кто такой паникер и кто такой паникер с точки зрения вот товарищ сталин если хоть на пять процентов провести революцию через приказ 227 какими там к ним комментарии то война будет выиграна и вот главное это победа фактически там показаны не туши не там захватили в итоге эти баки фигня все это а то что они этого прочего фактически расстреляют и то они не назвали его не вредителям ничего а просто там был повод придраться что командир пока одно сказала это сказал другое и получилось что судили в большей степени за то что он противоречит командиру полка они не имел права на это осудить его если вытаскать приказ 227 был воспринят правильно его надо было за то что он вредитель и сколько он уже положил я вообще в случае один вспоминаю пучки по моему это написал там какой-то рассказ был это самый вот мост надо было оборонять сладко сладко это самое может какой-то надо было оборонять значит ну и приняли там таскать кто-то там командир приняла значит какое-то решение в результате вот отправил все четыре имеющихся у них танка причем один там кавы был по моему тяжелый там остальные легкие вот так сказать их вкопали очень грамотно напротив этого моста значит приняты тела немецкая авиация и там вот кости не собрали от всех четырех этих танков ты двадцать шесть приспособленной лестником под огневую точку с оборванными гусеницами лежал на боку сократили накликнул экипаж никто не отозвался у второго танка вырвала пушку и отбросила метров на пятнадцать здесь тоже никто не отозвался или всех зарыло в землю или ушли решил сократилин у первого кавы развратило боевое отделение но все же напоминал танк от второго командирского остались в капонире ходовая часть и обломки мотора хотя если бы они использовались из осады может быть это еще архипов писал может значит танки таскать в обороне фигня а вот если таскать вот какая-то засада вдоль дороги они таскать выскакивает и начинают утюжить таскать полу колонну таскать которые выстрелы походную колонну то значит таскать эффективность просто офигенный да еще и потери него то есть вот этот вот командир ну что он совсем такой дебил и не знает но уже профессионал должен быть нет отговориться проще по вере вы вредителю в этой ситуации отговориться просто я хотел как лучше и не докажешь ничего то есть понимаете вот в чем значит получается что я до сих пор еще не донес концепцию войны да я сам без закупка сталинграда ничего не могу понимаете вот надо было переменить психологию таким образом чтобы а бросимов который блять клал людей и определил не фактически кто определил все это нет вопрос о том что чистка была среди военных и просто понимаете как бы вот война она обязательно бывает или справедливой или несправедливая если будет война справедливой то готовясь к ней начнут чистить военных на предмет удаления из рядов а бросим у если эти а бросим его остались кто виноват может быть это сами любить не следили а тогда становится понятно почему гибисты так ненавидели этого самого виктора некрасова издевались нет засадить лауреата сталинской премии просто так они никак не могли они могли только издевательства довести вы понимаете в 60 известный человек старый возрасте ему надо жить там где он привык жить тогда он будет жить дольше а желательно там где родился самый лучший его 63 года выбрасывают то же самое что с чернышевским сделал то же сам те же сам 63 года не буду назвать черную фамилию мне хорошо известны значит это самое он тоже помню значит довольно быстро нет просто эти эта история она требует большого анализа но я сейчас закругляюсь то что сказать у нас гости но минимум должен рассказать то есть вот концепция войны получается на кого ложится тогда вот вот эти вот все потери у нас все потом набрали что у нас танков мало у нас 6 раз больше был танков это очень просто известно немцы называли наши танки неистребимой саранчой у нас конечно это никуда не подать но не поможет никакая не истребимая саранча если выводят танки рядом весит в белоруссии вся история происходил с этим все белоруссии таскать в кустах в эти самые вдоль дороги там постоянно или кусты и леса таскать 5 танки нападай на любую колонну таскать из 4 4 танка там заметили все нет их выводят чистые политоскать к этому мосту закапывают их и все и от них ничего не остается это вот еще один случай но понимаете люди опасались об этом писать потому что с ними могли что-то сделать после того как умер товарищ считает и нам повезло что разминал пальцы на боку к стране не было девушки да вот оказывается как влиять ситуацию в том числе значит я наверное еще вернусь то что все я уже вижу совсем совсем все это испокабил семинар значит вот значит это у него книжка потом у него была еще одна книга которую написал при жизни сталина и на и после смерти сталина он как автор пригодился стал его вот то ребят это нормально то как массовое явление он не какой-то особенный а книга называется в родном городе не там значит ситуация 40 что в году уже описывается то есть вы смотрите в этом окопе странная показа 11 обросим который обросимов который все портит а в 46 там описывается что вернулись францвики и вот эти вот обросимов и стали сбиваться в кучке и вот показывается институт учебный в котором на каком-то факультете эти обросимого захватили большинство в партбюро из пяти человек и был 4 там уже один вообще был деканом и они сожрали хорошего человека том числе там тот пытался это самый воспротивляться не получилось ничего не привело но поняли да вообще вообще то что там показали это прикинь 56 года двадцатого съезда то же самое все механизм должен быть абсолютно ну вот теперь мы можем подобраться ребят мы еще поговорим там ничего интересного значит но когда будем интерстеллара изучать значит а теперь значит вступает мы сами живем как будто постоянно оккупированы вот этими амбросиями что вот мы вот люди а вот эти амбросии вы как бы в нас внедряются вот фактически что про получается они за счет своей наглости и эффектного вида из-за того что за ними идут люди они всегда показываются в начальниках кто такой начальник это тот которому ты не можешь приказать ты не можешь им управлять управление это приказно то есть остается ими только скрыто манипулировать сюда и действует манипулировать я с детства привычен что плохое слово но здесь мы используем это слово в хорошем смысле мы пытались подобрать синоним у нас не получилось то есть им как-то так исхитриться непрямыми действиями до чтобы значит вот этот вот начальник заткнулся частности какой-то пример хорош придумал а ну да что значит показать этому абросию из но декану этому там у него какая-то другая значит показать что если он не сожрет не нис не сожрет этого хорошего там человека ты старика отличного профессионального преподавателя которого студент хорошо учились и ночью любили учиться хорошо очень короче значит вот еще если он не сожрет то это поспособствует его карьере вот она та самая манипуляция о которой говорит сладок ничего подлого нет как всегда все с этим как с братом лоренцо все зависит от того для как для чего это делается если манипулирует темный более светлым понятно дело слово манипуляция темно нагружена а если свет ли манипулирует более темным в интересах коллектива выдают понятно светлая нагрузка и несет слова бедный язык невозможно да в греческом языке было по моему 5 обозначение и пророков у нас одно слово в гребне и греческом было 5 не в любой что же помню только 6 то ли 7 там всякие дельфия в общем и так далее но ладно но к сожалению так как амбросии во всегда будут начальство они быстро испоганят какое бы новое слово не придумали все все равно перемешается поэтому приходится как брат лоренцо то есть можно еще вот так вот рассказать да что есть светлое влияние то самое нравственное превосходство да у людей когда ты можешь на что-то повлиять есть влияние темное когда у тебя много преступлений люди тоже за тобой идут условно предположим что темное светлое это в одних и тех же единицах употребляется ну измеряется если у амбросия допустим пять единиц темного влияния а у хорошего человека всего два две единицы светлого влияния то очевидно что он не победит амбросия в столкновении прямом соответственно тратить ли силы вообще на доказывание мудака этому амбросию вот нет как делается обычно как это происходит вот человек который более прав он не ищет вот этих вот манипуляций сложных так сказать вопрос выйдет мудила ты и скотина лекцию читать и объяснять подробно почему так не надо плохо поступать и это точности ни к чему не доведет гарантирован то есть когда у тебя всего две единицы а тебе надо спасти людей чтобы амбросий никого там не убил тебе остается им только скрыто сманипулировать вариантов больше нет у них очень большая мания величия соответственно манипуляция всегда связано с мания величия как-то и вообще почему-то на это вот устроен человек когда я скрыто манипулирует он очень счастлив это невероятное счастье есть плохой вариант обычно вот счастлив когда темный и манипулирует не только нет я вам расскажу свою историю как я была счастлива как мною манипулировал меня и умоляла его повторить это фантазируйте давали обращала но дурак ему делу я знаю очень продолжаем нет меня в как раз ты не любила это манипулировать на катарсисе иногда он так вот ловко подбирался на катарсисе с какими-то неожиданными вопросами что я когда качала свои мерзости я не сопротивлялась а чувствовал себя мега исследователем чуть ли не одаривающим меня его он офигенной информации конечно в такой момент я громила там травмы ничего не боясь и иногда получалось так что лежишь на катарсисе и просто ну не можешь о себе ничего плохое признать и прям просто упрощение сделайте как в прошлый раз чтобы я это наоборот с восторгом разбирала нет понятно что меня его хотел чтобы я научилась катарсисом сама заниматься без всяких скрытых манипуляций но сам факт вот этих скрытых манипуляций он приносил мне счастье хотя это было явно светлая катарсис шоу убедил вас убедил убедил я не говорю что я это пророк потом другие ситуации где скучно в тюрьме что там делать приходится как бы изобретать что ты можешь вообще от этого вертухая как-нибудь получить на просто развлекаешься и когда вот я заметил что провожу эти манипуляции им нравится ну например был там один очень говнюк такой ну просто хамло просто это короче как улами сладость сжимаются зубы так ну всех достал короче и мне вот захотелось поразвлечься я начала вести себя с ним как любка шевцова с немцами ну то есть как будто я здесь королева вообще имею на все право я офигела как он изменился он сразу же принял позу вот такую конечно мне там помогли немножко сами же эти охранники ну то есть эти опера вызывали тогда к прокурору к помощнику прокурора что якобы мы жалуемся на что то мы ни на что не жаловались они там вычитывали из наших писем строчки какие-то и выдумывали что это жалоба например что меня вписал что таких лекарств у них нету пожалуйста мне перешлите и они вот говорит вы жалуетесь на нашу медицину я вообще туда не хожу там ничего нет или я писала присылайте побольше фруктов и овощей потому что здесь очень не хватает витаминов не горт вы жалуетесь что вам витаминов не хватает этому откуда они вообще это взяли потом так уже сообразил в общем когда меня водили к этому ну там собрались все эти наверное директор этот главный опер и вот этот вот как раз меня водил он конечно ему легче было поверить что я какая-то особенная шишка раз ради меня приехали мне тогда в воскресе был в утырках или в этом сербского ну и вот как раз я решила воспользоваться и вот начала вот как как любка ходить там как королева в общем было забавно смотреть но самое главное ему понравилось понимаете было видно что ему нравится или была другая ситуация была проблема что фрукты режут и в результате тебе надо их в этот же день съедать иначе они испортятся можно было целые фрукты привет привести то например яблоко вдруг там напилить спрятный такой или мандарин единственный способ провести целые фрукты и чтобы не надо было в тот же день съесть это привести их с в с суворово и для этого когда ты проходишь в камеру ой ну не в камеру то есть на территорию сизо тебе не надо было говорить что у тебя с собой продукты и тогда их не отправляли на проверку и тебя проверяет уже твоя продольная это у вас женщин я знаю а у нас жопу загрязнули при приезде у нас такие тоже не все в общем это продольная обязана отнести эти фрукты но если перед ней изобразить в этот момент раскаяние и смотреть на нее снизу вверх она оставит себе эти фрукты целыми и причем как бы и опять таки это нравится понимаете а чё делать вот такие слабости их выискиваешь больше нечем там заниматься иначе но на самом деле это и есть вот эта тренировка когда ты учишься общаться с теми от кого ты зависишь и не можешь ничего приказать когда есть общение то время нас это что общего между гостей и вот этим вот постоянно по жизни есть ситуации слов ты сейчас предложишь постоянно по жизни есть ситуация когда над тобой человек за которым идет толпа и на его стороне большинство на дворе у вас демократия так называемая вот значит на самом деле выход есть но надо просто получше узнать действительность нет лучше но узнать действительность потому что вот какие такие не очевидные приемы которые надо изобретать потому что там в тюрьме много дебилов значит у них многому не научиться приходится вот как каким-то образом самим самим и изобретать значит они так как люди сдаются этот вот сволочь страна сволочь всю сволочь планету остановите планету я хочу зайти или как дураки кидаются в прямой бой и погибают и его сжирают просто тот старик то его же не просто так сожрали он не жертва вместо того чтобы учиться вот такому скрытому манипулированию он выгибная жертва вот он с одной стороны жертвы вы страну не жертву во всяком случае он не пошел по тому пути него не за старик там не те которые это сказать пытались состоять заблаговременно надо было начинать вот эти вот вещи и вообще говоря если были умные приказ 227 сами должны были бы написать 23 на следующий день после того как там оставили всех копы плен разбежались побросавшего это самое начать уже таскать буду разбираться таскать паникюрами за которыми не мы просто если его считать жертвой тот действительно от заворачиваться простыней ползти для скал с одной стороны вот я исхожу значение русского языка значит но очень понятно понимаете к сожалению без каких-то вот таких примеров очень тянется сложить руки и просто сказать вот свиньи с полочи живем в плохом мире то же время у нас есть примеры людей которые даже занимали абсолютно высшие до до должности на чем и уцепились за юлии цезаря до октавиана сталина таскать вот какая чем они в две руки и две ноги до больные еще были кстати говоря октавианы стали значит и тем не менее вот никто с ними ничего не мог сделать хотя вот подавляющего какого-то у них вот темного не было нет это просто надо философии потому что наверняка вот эти вот травмы вшиты блин не сопротивляться еще наверняка там от папы с мамой можно найти не говоря уж обучительницы который тоже по темным технологиям насколько знаю все действуют я сам по себе пример просто юлии цезаря и товарищи тайна для меня недостаточно а вот нужны вот такие вещи сама лошадь в том числе все то же самое она должна изучить такие слабые места всадника что через какое-то время ее просто перестанут использовать бегах с одной стороны с другой стороны если ей повезло жить во времена настоящих гипподромов она может таскать размазать мозги этого самого езду на по треку и к ней будут относиться с величайшим этим самым почтением и она будет скататься как сыр масле и хорошим человек попадет да это уж понятно что не постараюсь приобрести хорошие получается на ипограмм вместо этого кабельницами с того чтобы ну как-то правильно делать они это то же самое даже на собрание взять и начать этих вот таскать вот вектор дашу вы мудаки блин там я не знаю что-нибудь кто это был недавно мы говорили также выступил а похлебкин похлебкин выступила в университете где работала в институте с осуждением того что все не работают а только шляются по университетам нет понимаете вот от этой позиции вот это вот который вот шляется и это самое принято желание разбираться как делать вообще и довредители недалеко то что в каком смысле они и правы своего вытурили не вы понимаете что это вообще рассказать нет вот ты вот находишься в этом стане похлебкин какую-то вот это вот состояние это ты умеешь манипулировать ну ты сюда не идешь куда ты идешь по противоположной стороне это вредители когда он начинает их мудачить он только их усиливает а усиливать вредителя это считает ты сам уже соучастник вредительства так получается его выгоняет на это смотрит руки опускаются у всех ну и окружающих тоже будет плохо ну можно жертва получается и вот на других это тоже где это понимаю но для студентов так же как то лошадь ты видишь у тебя все опускается студенты когда вид этого профессора у них тоже сюда лежит не хотят не отдал вот так вот жить как мы ехали с этого ипподрома не гипподрома ипподром также нельзя и работать так он состоянии возможно лошадка и вот может быть именно потому что вот скорее всего вот это вот лошадка то как раз которую бегло она и была тем сам пока и покрыть похлебкинасть похлебкина в молодости который двигался в сторону вредителя вот это лошадка скорее всего было от его и бедная лошадка твою мать а на самом деле это это недоделанная бросимов недоделанный командир который на чисто поле закапывает четыре танка прилетает авиация что против авиации может сделать танк тех времен что закопано ну да она его уехать то не может даже то есть бы вы поняли да я просто это самое вы бы поняли в чем был суть и вот нет результат такой что мы даже без без привлечения книги разбирая гостью мы смогли избавиться от этого настоять ну конечно раму удаляли нет это опять тоже сам можешь был поплакать но можно мне вообще найти женские варианты то взять развестись значит эта помощь во всех случаях в одной на там есть другие там измены еще там целый ряд но все неконструктивно но результат этих манипуляций это удаление психотрав вот как ни странно мне но можно в лоб без хитросты как вот меня поступил до свое время ну и то приходится надо хитростям прибегать я до сих пор с болаженством вспоминаю те хитрости ланас вот я может еще научить у нас первая хитрость это не скоро у нас будет но я надеюсь что мы не отойдем это великий гэсби слата нашла нет я сам не смог найти слата нашла пример манипуляции плохой правда но какая разница найди хоть одну чего-то надо начинать все равно надо все вот блин вы поймете у меня в этом отношении пробел пробел пустота и так далее ну вот мы начнем с гэсби я думаю после гербе мы чего-нибудь найдем но то сначала интертелла вот боюсь танква придется делать вот я скажу тогда гости осталось ну мелани она же могла просто пищать от ненависти там внутри и плеваться в сторону этой страницы ну и чё бы это было страница просто задолбалась от ее визга и подумал ну и тупые люди ну а сменила тело например ну да а его уничтожили вместо этого мэлани начала замечать где страницу что-то цепляет и в этих местах начала как бы помогать ей то есть фактически начала изучать ее мотивы и что ей может жизни понравится скорее всего не был матриархатный мотив вот где-то она там это матриархатный мотив расширял ну вряд ли женщине ну женщины это истина там не все на это время сама мэлани судя по всему тоже матриархатного уровня это можно предположить но если страница то и мэлани потому что они равны то что они именно равны по развитию и мэлани и страница показано через взаимоотношения с младшим братом младший брат там очень тупой видно да ну просто такая лошадь просто конкретная режется там глаза выторщены просто невменяемый то есть он изо всех сил пытается расклить мэлани с детства до лжематриархатчица заботливой сладок специалист она сама старше сестра у меня тоже старше сестры все мои жены были старшими сестрами вперед дальше то есть его развлечение растлить матриархатчицу до лжематриархатчицы этого мальчишки и соответственно ему становится абсолютно все равно кого раскрывать мэлани или они там вот подчеркивается что ему когда они говорят ну ты же хочешь вернуть мэлани она и так здесь то есть для него пофигу что мэлани сама уже как бы не вернется они также интересно раскрывать как и мэлани и чувствуется что они тоже чуть-чуть на этого мальчика ведется улетает от него и там есть сцена по которой можно подумать что мальчик хороший когда мэлани говорит что ты он первый раз соврал он никогда раньше не врал и можно подумать что он честный но мы не настолько умна чтобы различать вранью на самом деле эта сцена означает то что он никогда не врал для дела в той ситуации он врал для дела ему нужно было чтобы страница не увидела как ее собратьев убивают врать для дело очень сложно я вот сама считала себя виртуозком виртуозка и броня и однажды когда мне пришлось собрать для дела у меня не получилось и я офигела от этого я подумал ну уж хоть что что врать то я умею оказалось нет только брать умею только исходя из травм когда гадость какую-то делаешь вот мальчишка тоже всю жизнь врал исходя из своей гадости мэлани его вранье не просекал и в первый раз он соврал для дела и вот меланик той он же никогда не брал опять таки то что у него не получил соврать для дела говорит о том что он мерзкий парень вот то есть мы получаем одинаковых равных интересно что фамилия мэлани страйдер переводится как как раз страница бродяга страница то есть они обе страницы в книге это подчеркивается когда мы это страница воспоминаний мэлани прайлистов это говорит вот уж кто больше страница чем я это мне он не будет а они и вот получается вот две равные девушки если эта страница посчитает мэлани лучше себя это же не правда но они равны она считается лучше чем мэлани она нарушает цепочку фактически и становится лошадью и она хочет умереть не лететь на другую планету хочет умереть это именно из-за ошибки что она посчитала мало не лучше себя а другая ситуация с искательницей у нее тоже сильная душа в теле и искательница посчитала эту душу хуже тело это хуже себя на человек человеческое и она превращается скорпиона когда ты учителя считаешь хуже себя ну ты становишься скорпионом мы все это знаем и видим как это происходит в совете поклянитесь что это останется тайной то есть вот для этих душ ну большая проблема не только посчитать хуже себя но и лучше себя очень надо всегда называть вещи своими нами чтобы не свалиться не в лошадь не скорпион так на интерстеллари конечно там вроде не очевидно но мы может быть вернемся нет вот все сейчас это еще раз соединись этого он бросила ситуации в которой победить как бы казалось бы невозможно этот говорит вставай на пулеметы вперед командиры вперед ничего не взрывать а то отдам под суд что ты можешь сделать только хитростью через его хитростью или ему пулю всадить таскать немедленно а потом тебя отправят таскать куда они виду теперь на гостей это перенести на гостью чего гостья вот ты у тебя в теле двое там у нее у них двое живут и одна другой должна вот так вот умудряться когда вот у них кто победит они там вообще как бы никто друг другу приказать не может они остается на прямой воевать у них не получится они у должны такие скажут и эта тема вот как то того самого скрытого управления а к которой я говорю что собираюсь начать конечно уже есть в этом уже в гости есть ну так сказать вот сквезли начнем поподнее не молодцы ты вот страницы нужно было каким-то образом показать что она же любит быть спасительницы своей расы ее нужно было сделать спасительницы ее раз и его не смогла и показать так что страницу ну а действительно деятельность из этих вот как там искательниц вот это вот вертуха который вела к деградации этой этой расы там же его было показано что остальные души осуждали эту скательницу ты становишься жестокой ты не похожи на нас становишься на женском языке поэтому нифига не понятно понимаете вот значит так все ночи они говорят эти градируешь в общем эта тема там должен был появиться балу и таскать разъяснить так чтобы но там нихрена нас в себе балу не находит так ребята извините время ушло спасибо спасибо